Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории жизни». Говорят, от судьбы не убежишь. Но Митти решил попробовать, обмануть злодейку. Решился он на это просто. Крутанул глобус, закрыл глаза и ткнул пальцем, остановив вертящийся шар. Жерепий пал на таежный поселок под лихим названием Медвежий угол. Раньше Митти никогда не был на севере, а сегодня уже сидел в поезде и смотрел, как за окном мелькает тайга. Леса, поля и реки слились в одну темно-зеленую полосу, которая, словно гипнотизируя, заставила вспомнить о событиях жизни, словно листая дневник его памяти. Как и большинство детдомовцев, Митти не помнил своих родителей. С трех лет он рос в приюте, куда его сдала соседка, помогавшая его отцу растить Митю. Мать умерла при родах. Отец был вахтовиком, постоянно работал на севере. Да только в поисках богатств сгинул Митин папа в неизвестность, оставив о себе лишь воспоминания в виде старой черно-белой фотографии, на которой держал маленького Митьку на руках. А когда деньги на содержание мальчонки кончились, няня взяла ребенка в охапку и сдала в детдом. «Забирайте», — сказала она заведующий. «Мне не на что его растить, сама с хлеба на воду перебиваюсь. Папаша его за длинным рублем гоняется и совершенно про сына забыл». «Давайте подождем немного», — предложила заведующая. «Вдруг вернется. Отправим запрос о его местонахождении, а мальчик пока с вами поживет. В казенном доме не сладко, по себе знаю. А мы вам работу дадим, если что. Митя будет пособие по потере кормильца получать. Да и привык он к вам. Оформите опекунство». «Из чего удумали?» — закричала няня. «Чужого ребенка мне навязать не выйдет. Забирайте пацана. Вот его вещички». И с этими словами нянька встала, передала Митю заведующей и ушла, не оглядываясь. Так Митя остался жить в детдоме, став государственным ребенком, то есть ничьим. Он, как и многие приютские, ждал своего папку, надеясь, что рано или поздно тот вернется и заберет его домой. Митя рос тихим, умным мальчиком. В школе его приметил учитель информатики и посоветовал продолжить карьеру в компьютерных технологиях. Так Митя и поступил. Удачно сдал экзамены в технический университет, а потом с головой ушел в сферу современных технологий. Упорство, сила, воля и понимание, что за спиной нет тыла, помогли Митте шаг за шагом построить свой бизнес, который начал приносить ему стабильный доход. Миллионером он, конечно, не стал, но успешным и обеспеченным человеком вполне мог себя назвать. Как-то незаметно вместе с деньгами к Митте подтянулась и личная жизнь. Свою будущую жену, Ларису, он нашел в ночном клубе, где его партнер и правая рука Алекс праздновал юбилей. Скорее, Лариса нашла Митю, точно вычислив среди веселой хмельной компании самого перспективного, ответственного, а значит, трезвого. Она не ошиблась в выборе, и уже через месяц на пальчике Ларисы сияло обручальное кольцо с огромным бриллиантом, которое она выбрала сама. Друзья говорили Митьке, что он торопится женить бы, но красота Ларисы и ее умение обольщать сделали свое дело. Митте женился, устроив роскошную свадьбу на берегу Средиземного моря, как и хотела его невеста. Однако их семейная жизнь была недолгой. В то время, как Митте целыми днями проводил на работе, его благоверная жила на широкую ногу, посещая дорогие салоны и разбрасывая с деньгами направо и налево, а дальше – хуже. Митте вернулся как-то домой с работы пораньше, решив отметить годовщину свадьбы и сделать Ларисе сюрприз. Но, как оказалось, Лариса сама была мастерицей на сюрпризы. «Лар!» – крикнул с порога Митте. «Собирайся, едем в ресторан. А еще у меня для тебя есть подарок». «Ой, ты уже дома?» – недовольно сказала жена, выбравшись из спальни. «А ты чего в пеньюаре-то ходишь? Спишь, что ли?» – удивился Митте. Но тут его сердце ёкнуло, и он ринулся в спальню. То, вернее, кого Митте там обнаружил, привело его в шок. На постели лежал, прикрывшись простыней, его друг и соратник по бизнесу – Алекс. «И давно у вас шуры-муры?» – спросил Митя. «Прости, брат», – повинился тот. «Не брат ты мне!» – сквозь зубы процедил Митя. «Убирайтесь, оба! Вон из моей жизни!» «Как скажешь, Митенька!» – наглухмыльнулась Лариса. «Да только придется раскошелиться на отступные! Радуйся, что у нас нет детей, а то вообще бы без штанов остался!» И они ушли, оставив Митю с разбитым сердцем. Разводилась пара тяжело. С обеих сторон были наняты адвокаты, которые бились за свои немаленькие комиссионные как богатыри. В результате Митте пришлось продать бизнес и отдать половину Ларисе. Когда его адвокат стал работать над этим, то оказалось, что продавать-то особо и нечего. И в этом был виноват Алекс, который за спиной обворовал своего друга и босса. «Зачем ты это делал?» – спросил Митя. «Ведь я тебе очень хорошо платил, считал своим другом». «Да меня бесил тот факт, что какой-то оборванец-сиротка вроде тебя обошел меня во всем. Меня, сына влиятельных родителей. Вот и пришлось отомстить тебе за это. И Лариску я специально у тебя увел. Я так был рад, что ты женишься на этой жадной и тупой девахе. Так тебе и надо». После таких слов в душе Митте все перевернулось. Он уже не знал, кому верить. Его сердце сжалось в комок от боли и обиды. Спасти бизнес у Митти не получилось, как бы он ни старался. Да и не очень-то ему этого хотелось. Руки опускались, и не было желания жить в одном городе с Ларисой и Алексом. «Вы слышали?» «Дмитрий Суворов разорился, а жена загулялась с его лучшим другом». Шептались в городе за спиной у него. «А он, смотрите, это он». Для Митти это стало последней каплей. И он решился уехать, куда глаза глядят. И вот сейчас он сидел в поезде, слушая стук колес и наслаждаясь горячим чаем. Из багажа у него был только наспех собранный небольшой рюкзак с вещами и ноутбуком. Рано утром Митти разбудил звонкий голос проводницы. «Станция Таежная», сообщила она. «Гражданин, через пять минут прибываем». Митти быстро оделся и стал с трепетом ждать знакомства с новой жизнью. На перроне было безлюдно. Лишь один дедуля складывал мешки на телегу, при этом тихо разговаривая с лошадью. «Здравствуйте, не подскажете, как добраться до поселка Медвежий угол?» спросил Митти. «И тебе не хворать», – бойко ответил дедушка. «Отсюда десять верт с гаком будет». «Да, далековато», – сказал Митти и почесал затылок. «Ну а как же ты думал? У нас тут просторы, не то что в ваших городах. Понатыкают по десять домов на одном квадратном метре и рады». «Откуда вы знаете, что я из города?» «А как же, видно?» – улыбнулся дедуля. «Вон какие чудные лопатки у тебя на ногах обуты. В них тебе-то поселка не добраться. Тут сапоги нужны». Митти посмотрел на свои новенькие белые адидасы и приуныл. «Не добраться, говорите», – расстроился он. «А как же быть-то тогда?» «Да никак», – сказал дедушка. «Садись, телегу, да поехали. Я в том поселке живу. А ты к нам в гости, Аль, по другим делам приехал. Что-то не припомню я тебя». «Да вот, решил жизнь поменять, дедуль. Уж больно она меня побила». «А как тебя звать-величать? И какого-то роду племени?» – поинтересовался тот. «Митти меня зовут. А родители, не помню. Сирота я». «Меня Иван Трофимовичем люди величают. Ну, а меня ты можешь звать просто, Трофимович. А если жить негде, то милости просим. Хозяйка-то моя померла три года назад. Так один и мыкаюсь. И все родни, одна внучка. Да и та в райцентре. Так что живи у меня, коль не брезгуешь». «Вот спасибо, так спасибо», – воскликнул обрадованный Митти. «Остановлюсь у вас. Составлю вам компанию, Трофимович». «Вот и ладненько. Да только не вы ко мне. Я человек простой», – сказал дедуля. «Ну, пошла, родимая». Телега тронулась. И Митти во все глаза стал рассматривать новые для него места. Он наслаждался чистым воздухом, шумом ели и пением птиц. Митти любил природу и всегда стремился к ней. В поселке быстро узнали, что у Трофимовича гостит городской. Сибиряки народ дружный и в беде не бросают. Так что к вечеру многие приходили знакомиться с новым человеком и приносили с собой еду. С запасов продуктов скопилось у Трофимовича и Митти на целый месяц. Все приняли Митю как родного. Первую неделю он осматривался. Ходил в лес вместе с Трофимовичем. Фотографировал лесных жителей, красоты местной природы, отдыхая душой. «Зачем ты смотришь на все это через дырочку, железяки?» – посмеялся Трофимович, когда Митти в очередной раз делал снимки Соболя. «Смотри на все это широко открытыми глазами, запоминай, душу лечи. А эти ваши модные штуки отвлекают от настоящей жизни. А ну-ка, Митька, подсоби!» И Митти помогал дедуле унести вязанку дров или заготовить бревна для сарая. Очень скоро он понял, что физический труд не только успокаивает нервы, но и заставляет забыть прошлые обиды. Потихоньку Митти привык к деревенскому быту. Ему здесь нравилось. Тех небольших денег, которые у него были, им с Трофимовичем хватало для роскошной по поселковым меркам жизни. Однажды поздно вечером, когда Митти с Трофимовичем ужинали и рассуждали о жизни, в избу кто-то тихо зашел. «А ну стой!» – крикнул дедуля. «Кто это без стука до приглашения ломится?» «Это я, дедушка!» – сказал тихий девичий голос. «Я к тебе, у меня проблемы!» И на свет вышла миловидная белокурая девушка со смешными веснушками и курносым носиком. «Аленка, а вот тебе на!» «Как ты здесь оказалась-то?» «Да еще одна и в такую темень!» «А где твой кучерявый хитрован?» «Почему одно тебя отпустил по лесу шастать?» – напустился на внучку Трофимович. «Не ругайся, деда!» – заплакала Алена, ежась от холода. Я на перекладных от станции добралась, а дальше всего версту пешком прошла. «У Шурика моего беда. В карты проигрался. Убить грозят, если долг не отдаст. Помощи твоей просят!» «Так ты ему что, про наш золотой самородок рассказала? Вот дуреха! Теперь он от тебя не отстанет, пока камешек не выманет. Это ж преданное твое я приберег!» «Рассказала? Да на что мне это золото, коли Шурика прибьют?» – воскликнула Аленка и заревела белугой. «Пропади он пропадом, этот самородок!» «Ладно», – решил Трофимович. «Твои дела. Забирай свое преданное, развазаривай. Да только не мужик твой Шурика, жулик! Я таких насквозь вижу. Слизень он!» «Спасибо, дедушка, но не говори так про Шурика. Он хороший, и мы его спасем, если отдадим камешек!» Алена успокоилась. Пошла на кухню и только сейчас заметила сидящего в комнате Митю. «Ой, здравствуй! Это ты живешь у дедушки? Меня Алена зовут, а тебя Митя. Дедуля говорил по телефону. «Ты меня не стесняйся! Сейчас ужинать будем, я разных вкусностей привезла!» «Привет!» – улыбнулся Митя. «Давай помогу!» Внучка Трофимовича почему-то сразу понравилась Мите. Он увидел в ней родственную душу. И не ошибся. Алена оказалась человеком простым и красивым не только внешне, но и внутренне. Помыслы ее были чисты, наивны. Митя слушал ее и словно смотрелся в зеркало. Недавно он был таким же доверчивым и невинным. Ужин прошел легко и как-то тепло. Будто он знал этих людей всю свою жизнь. Митя чувствовал себя как дома. Будто он в кругу семьи, которой у него никогда не было. А наутро Алена уехала и увезла единственное свое богатство – золотой самородок, который когда-то нашел Трофимович. Дед был недоволен, но поделать ничего не мог. «Эх!» – вздохнул он. «Пропадет она с этим Шуриком. Ему ведь от нее только деньги-то и нужны. Жалко Аленушку. Ведь нелегко мне она досталась. Простил с малолетства, когда родители-то ее на вертолете разбились. Геологами были. «Эх, внученька, внученька, добрая душа!» Митя старался отвлечь деда от грустных мыслей, рассказывая про городскую жизнь или созывая его на рыбалку. Но предчувствия Трофимыча не подвели. «Это Иван Трофимович?» – раздался в трубке женский голос. «Да», – ответил тот. «Вам звонят из больницы. Ваша внучка сейчас у нас, у нее перелом позвоночника. Две недели назад она каталась с горы со своим молодым человеком и упала. В результате серьезная травма. Алена сейчас одна. Никто к ней не приходит. Ей нужна ваша помощь. Адрес я сейчас пришлю в сообщении». «Спасибо, что позвонили», – тихо сказал дедуля и опустил руки. «Что случилось?» – спросил встревоженный Митя. «Беда, Митька», – сказал Трофимыч. В его глазах стояли слезы. Уже через три дня Трофимыч и Митя привезли Алену из города. Там же они купили специальную кровать для лежачих больных и инвалидное кресло, при виде которого девушка зарыдала. «Вот тебе и шурик», – зло сказал Трофимыч, когда внучка заснула. «Бросил девчонку и сбежал. Инвалиды ему, мол, не нужны. И про добро, которое она ему сделала, быстренько забыл». «Да, дела», – протянул Митя. «А ведь меня тоже обманули, так что понимаю Алену». Пока они шептались, девушка проснулась. «Деда, я пить хочу», – сказала она. «Иду, дедонька», – спохватился Трофимыч и поспешил к Алене со стаканом воды. Тем временем, Митя уже штудировал медицинские сайты и узнал, что Алене можно помочь, но операция стоит безумных денег. «Эх», – подумал он, – «раньше для меня это было парой пустяков, а теперь сумма неподъемная». Чтобы спокойно подумать, где взять деньги на лечение, Митя отправился в лес и не заметил, как сошел с тропы, а затем услышал плач. Продравшись сквозь заросли, он увидел тело рыси, рядом с которым надрывался в плачу детеныш, толкая лапой мертвую мать. Увидев Митю, рысенок зашипел, показав голые десны. Котенок был совсем маленьким, примерно двух недель от роду. Митя взял малыша и посадил за пазуху. Рысенок быстро заснул в тепле. «Это пацан», – сказал Трофимыч, осмотрев зверька. «Ален, смотри, кто здесь». И Митя показал ей синеглазову пушистика. Малыш проснулся и потянулся к девушке, чуя, как от нее пахнет недавно выпитым молоком. «Ой, какой хорошенький!» Алена просияла и аккуратно подхватила рысенка. С появлением лесного питомца ее будто подменили. Она ухаживала за котенком по мере своих сил, играла с ним, много разговаривала и дала имя – Барс. С приходом в дом Барса к Алене вернулись аппетит и обычная веселость. Об одном она жалела, что не может с ним гулять, как Митя. Так незаметно прошло полгода. Барс рос, как на дрожжах, а Митя брался за любую работу, чтобы скопить денег на лечение Алены, которая давно ему уже нравилась. Как-то солнечным днем Митя пошел гулять с Барсом. Рысь по обыкновению убежала охотиться, а Митя бродил по опушке леса. Вдруг он услышал, как Барс начал призывно кричать, словно от боли. Он кинулся вслед за рысью и обнаружил ее рядом с кучей веток, из-под которых торчал винт вертолета. Подобравшись поближе, он увидел, что это давно потерпевший крушение проржавевший искореженный вертолет. В салоне останков тел не было, видимо, постарались лесные хищники. Кругом были разбросаны старые пожелтевшие документы и пакеты с разными бумагами. Взяв потертое удостоверение, Митя прочитал и замер. Комок подступил к горлу. Старатель третьего разряда Роман Суворов прочитал Митя. И внутри лежало вдвое сложенное фото. Его отца с маленьким Митей на руках. «Папа, как же так?» – подумал Митя. Сквозь душащие его слезы он продолжил осмотр кабины. И вдруг запнулся обо что-то тяжелое и твердое. Это был ящик. Митя открыл его и ахнул. Ящик был полон золотых самородков с кулак величиной. Не помни себя от усталости, но под тщательной охраной барса Митя вернулся в дом. «Трофимыч, мы богаты!» – заявил он ошарашенному дедуле. «А еще я нашел место гибели своего отца. Он не бросал меня!» Осмотрев документы и драгоценную находку, Трофимыч долго молчал. «Наверное, нам тебя, ангелы, послали», – начал он. «Теперь все будет хорошо. А про пропавшую экспедицию я давно знал. Искали тех людей долго, да? Где в тайге человека-то сыщешь? Он как иголка в стоге сена». «Не горюй, внучок. Что было, то прошло. Тебе о настоящем заботиться нужно». На следующий день Митя с дедом сдали клад государству и получили свои законные 25%. Теперь они могли заплатить за операцию Алены, которая была на седьмом небе от счастья, что снова сможет ходить. «Митя, я иду». Спустя несколько месяцев Алена уже делала свои первые шаги. Она зашаталась, но Митя подхватил ее, не дав упасть. Рядом с ними прыгал Барс, радуясь возможности погулять с любимой хозяйкой. «Скоро ты у нас побежишь», – улыбался Митя. «Но я все равно буду носить тебя на руках. Ты выйдешь за меня замуж?» «Выйду, выйду!» – кричала счастливая Аленка. А Трофимыч, утирая слезы рукавом, стоял и благодарил всех святых за ту встречу на перроне год назад. Место крушения самолета стало для Митя и его семьи местом памяти Роману Суворову, который даже после смерти помог своему сыну. А весной Барс ушел. Ушел к своим, ведь кровь не водится. Не может дикий зверь жить в неволе. Но говорят, что до сих пор огромная рысь приходит к дому старого Трофимыча, где ее щедро угощают. Митя и Алена долго со счастьем не тянули и в скором времени поженились. Гуляло тогда с размахом все село. Эх, и веселая свадебка получилась. А спустя положенный срок Трофимыч стал прадедушкой. Если вам понравилась история, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok